Девочки, кто меня спрашивает, их вина семечка, она перемалывается именно с кожурой. Девочки, доброе утро, доброе прованское утро, у нас оно вот такое солнечное, цветочное, посмотрите, какая прелесть. Вот, у меня тоже на столе стоят, специально я вам поставила розочки, это я чистила розу, и у меня она ещё цвела, представляете, везуха. Вот, а сейчас, девочки, я себе делаю завтрак, хотя времени на завтрак вообще нет, но я решила, что я должна что-то есть, иначе я никогда не тронусь со своего веса, который нужно сбрасывать. Вот, девочки, обычно на завтрак я ем овсяную кашу, я никогда не мудрила, сколько бы раз я не худела, у меня всегда был такой стандартный завтрак, без всяких там прибамбасов. Единственное, что эту овсяную кашу я всегда сдабриваю чем-нибудь, и то там какие-то фрукты замороженные, то какие-то сухофрукты, то с тыквой она у меня, то чистая просто с маслом кунжутным. Вот, а сегодня, девочки, я сделаю себе такие омлетики в микроволновке, вот, их можно делать абсолютно без масла, они хорошо запекаются. Но, так как всё-таки жиры нужны, поэтому я вот так вот на дно, вот, по таких вот, 1,4 чайной ложечки добавлю своё топлёное масло, которое я обожаю. Я, кстати, делала вчера заказ по интернету, заказала опять масло 82%, вот, и буду себе топить ещё баночку масла, потому что, ну, вот это вот масло, оно как бы, ну, рекомендуется. То есть мы убираем все холестерина, там, все плохие жиры. Вот, ложечку надо мне положить так, я её буду потом есть, она в масле. И здесь, девочки, посмотрите, у меня просто 2 яйца со щепоткой небольшой соли и буквально там 20 миллилитров молока. Всё. Я на дно, это у меня такая, девочки, формочка, это я ещё когда занималась с этой системой похудения, вот, вачер, вот они продают эти там все привамбасы, ну, вот, естественно, что чуть-чуть многовато, и это вылезет у меня через края, но ничего страшного. И вот таким образом, девочки, всё это закрывается и ставится в микроволновую печь, ну, минутки, наверное, на 2. Надо следить. Я уже расплескала свои яичницы и вспомнила, что я же забыла, я уже достала, но забыла при это, припудриться своим тыквенной семечкой перемолотой. Девочки, кто меня спрашивал, тыквенная семечка, она перемалывается именно с кожурой. В этом весь и смысл этого шрота. Вот, он не поджарен, это просто высушенные семечки и перемолотые. Девочки, я позавтракала своими двумя омлетиками, они получились на пару, потому что я водичку подливала под эту формочку вовнутрь, с одним кусочком чёрного хлеба. И вот я сейчас пью, девочки, чай. Это иван-чай с лесными ягодами, это мне, моя подписчица Женя. Женечка, спасибо тебе, пересылала, когда я была у Катёши в Санкт-Петербурге. Вот она, это алтайские травы, то есть иван-чай и с лесными ягодами ферментирован. Девочки, вкуснятина. Вот, он прям пахнет реально грушей. Так что, Женечка, спасибо тебе, моя дорогая. Вот, девочки, смотрите. Значит, сегодня у меня молодая телятина, это телятина, это у меня тыква на заморозке. Я сажала сок, и вот оставались вот эти штучки, такие тоненькие. Представляете, жаба задышила, я их не выбросила, я их заморозила, сейчас я их применю в действии. Может быть, я и не буду резать, вот такая у меня есть маленькая тыквочка ещё. Вот, и я, значит, смотрите, целый у меня ароматический букет получился. Здесь сердерей, петрушка, лавровый лист у меня растёт, здесь у меня маленькая веточка орегано, малюпасенькая, и у меня два вида чабреца, девочки. Вот такой чабрец и чабрец, ну, обыкновенный, вот он, вот он виден. Вот, вот такой букетик я сделала. Сейчас я мясо немножечко помельче порежу. Обжарю лучок, обжарю мясо, добавлю тыковку, добавлю, девочки, теперь у меня вся кухня идёт буквально с зелёными помидорами. Ну, вот добавлю зелёную помидорку для чуть-чуть кислиночки, лучок, и всё это у меня будет, девочки, тушиться на сливках. Вот, поэтому вот такой у нас обед, и у меня со вчерашнего дня осталось вот такое, девочки, пюре, оно не очень презентабельное, возможно, но это картошка с тыквой. Тыква, которая была запечена, вот я вам показывала в прошлом видео, запечена в духовке со всеми приправами, и я просто её добавила в картошку, когда она доваривалась, и размяла всё, добавила кусочек масла сливочного, и размяла всё вилкой без всякого молока, без блендера. И вот у меня вот этот сегодня получится такой, я не знаю, как он будет называться, этот соус с мясом с тыквой и с картофельным пюре с тыквой тоже. Так что, о-ля-ля, тыкву мы едим, и будем продолжать есть, потому что это панацея, а в осенний период нужно кушать тыкву. Девчонки, смотрите, 26 ноября 2020 года, у меня нет с собой, а хочет запарковаться человек, мы приехали, мы идём сейчас в клинику к глазному врачу, не знаю, мы не получили, смотрите, как красиво, подстрижены растения, ой, вообще прелесть какая. У нас так не получается, такая погода вообще великолепная, такое небо голубое, правда весь ветерок, я сегодня с утра, девочки, вышла, поливала все свои горшки, сухие горшки, представляете, дождей так и нету, сколько у нас тут два дня прошёл дождь и всё. Морец меня тут завёл, Сусанин, вообще ничего не обойти, идёт такой в маске, я говорю, нафига нам маски, ни одного человека рядом нет, он мне говорит, не будь непослушной, представляете. Ну вот, идём, вот такие дворы, зато посмотрите, ни разу не видели, так и видите, какие тут стены. А он говорит, это, говорят, частные дворы, представляете, какие тут ворота. Там собачками прогуливается, видится, все люди у нас в масках. Я такая иду, даже не знаю, куда иду, потому что поехали совсем другой дорогой сегодня. Ну, видите, людей немного. Мы, конечно, заполнили свои декларации на выезд. Смотрите, какая красивая ель. Ух ты, обалденная. Молись этот вечно, идёт впереди меня, своей утиной походочкой. Слушайте, я здесь хоть чуть-чуть ноги разомну, то вообще не хожу никуда. Сегодня утром поливалась, это всё таскала, воду в горшки. Ну так, поваливает, конечно, нога и спина, но девочки, мы внимаемся. Нужно что-то начинать делать, потому что, ну, я совсем рассыплюсь на мелкие кусочки. Такое красивое здание. Любовь, любовь? Я ж не знаю, если... А меня регарды вон Петру Версину. Надо переходить улицу. Видите, какие там красивые ворота, обалденные. Ну, вот мы туда, куда-то во дворы пойдём. Это центр города Эль-Сан-Прованс. Свобода или жизнь на воротах написано. Он говорит, что здесь была вагенная казарма. Смотрите, как высоко. Вообще, вид, написано, там написано казерна. Так красиво. Ну, слышите, прям везде эти машины, прям на тротуарах, чёрт-то что. Видите, дети ходят в школу. Вот, ну, вот напротив будет здание, в которое мы, в принципе, и идём. Это центр Митюэлистов. То есть, здесь при... Иси, чё пи Венера, сам Митюэля, улавит Митюэля? Са цели сантры Митюэлисты? Вы не ступали, но теперь я уже жду. Ну, короче, я думала, что это для тех, у кого нету страховки, а здесь наоборот. Он говорит, да нет, наоборот, это для тех, у кого есть всё. Смотрите, как красиво. Все, пожалуйста. Ну, машин везде, послушается. Ну, вот, короче, мы пришли. Я позвонила. Они нам не прислали сегодня ничего. Я позвонила, на автоответчик попала. Мы сказали, что открыт центр. Здесь вот, ассурансы, видите, закрыты. И нам нужно на третий этаж, вот, у Стальмо. Улилили лисенсыр. А всё, мы поехали на этом, на лифте. На третий этаж. Девчонки, я вот вам тут попыталась снять немножко кабинет. Это вот ассистанты, это не доктор сама. Она проверяет сначала нас на зрение, у неё есть тоже всё в своём досье. Потом ещё доктор делает практически то же самое. Там капли, потом у меня глаза капал. У них, конечно, техника очень мощная. Но хочу вам сказать, что зрение они определяют. Ну, не очень хорошо. Девчонки закончилась наша консультация. Нас проверили дважды. У него есть ассистант. И молодая женщина, такая очень внимательная. Всё проверила. Вот, я рассказала там то-то-то. Но вообще, я думаю, что у меня есть и проблемы с глазами. То только от того, что вот у меня усталость, болезни, недосыпания. А так, вроде бы ничего и сильно не изменилось. Хотя, я вижу, что вот мне выписали очки. У меня на правом глазу они поставили плюс 4 и на лепом плюс 3,5. У Марисы зрение похоже. У него там 4,75 и 4,5. Тоже разные глаза. Но у него там ещё какая-то проблема. Наверное, как бы, ну, опасность глоукомы. Поэтому мы делали дополнительный анализ. Мы смотрели его там, вот, в том кабинете, где мне пришивали клетчатку. Ну, вот, мне через два года, Марису через год нужно показаться. И заплатили мы за две консультации, за двух человек 108 евро. Но нам это всё, практически всё вернётся по страховке. Смотрите, какая красота. Вот, через лисон. А, сэваплю, шато. Катедраль. Катедраль. Видите, по каким амали? О, небо, небо, небо. Люсь Ельшери. Небо какое красивое, вообще обалденное. У меня камера трясётся, я не взяла эту палку селфи. О, и тут всё у меня отсвечивается. К тому же. Ну, вот вам немножко Эксен-Прованса. А то с этими карантинами вообще жизнь остановилась. Никуда не ездим, ничего не смотрим, нигде не ходим. Вообще бы что какое-то. О, девочки, так что, послушайте, буду заказывать себе новые очки. Ну, такие буду выбирать оправу, чтобы нет, не красивая, а комфортная. Потому что мне все абсолютно очки жмут на переносицу. И просто такой дискомфорт. Я уже намного меньше работаю и в телефоне, и в компьютере. Вы же все видите, что у меня намного видео стало меньше выходить. Вот просто девочки глаза не выдерживают. Поэтому буду брать оправу какую-нибудь. Пускай она будет не очень красивая, но чтобы была лёгкая, чтобы мне вообще не прикасалась практически к моей переносице. Вот. Так что едем, едем. Мы сейчас едем забирать. Я заказывала вчера продукты по интернету. Надо забрать. Я хочу ещё забежать в аптеку. Взять капли для глаз. Выписал мне только на один месяц. Я у него спросила, ещё только на один месяц. Он такой, ну, хватит вам. Такой, знаете, зажал. А покупать за свои деньги, может быть, их и не продают. Не все же у нас, и каждый за свои деньги продают. Вот. И заскочу тогда к этому кокулисту. Ну, к этому, кто делает очки, как их называют, девочки. Эти бутики, они, кстати, были открыты весь конфинеман. И я хотела бы, чтобы мне поставили, может быть, вторую пару, чтобы мне поставили в мои очки. А я их не взяла, девочки, понимаете. Так что, может быть, я поеду, тогда не сегодня не пойду, а специально возьму все свои очки старые, которые мне не подходят. И, может быть, вторую пару мне сделают стёкла, вот, ну, в оправу из старых очков. Потому что вторая пара у нас всегда за одно евро. Представьте себе. Вот. Это хорошо, конечно. Ну, вот, девочки. Буду отключаться, потому что, что тут показывать вам? Дорога, город. Людей, видите, как мало. Машин хватает, конечно. Вот. А людей, прохожих очень мало. Мало гуляют. Запрещено же нам. Ну, вот, есть кое-где люди, конечно. Полицию мы никогда не видели сегодня. Ту-ту-ту-ту. И не надо они нам. Но они, может быть, станут чуть попозже. Вот детей ведут со школы. Вот дети вот со школы возвращаются. У нас, представляете, во Франции тут буквально на этой неделе в начале поднялся скандал. Полицейские оштрафовали на 135 евро девочку. Ну, девочки, там, сколько, 12 лет, допустим, со школы возвращалась, им в школу нужно носить вот эту справку. Представляете, на выход. Школа работает, а справку носить надо вообще. Вот это, конечно, дурдом. Не у всех детей во Франции есть такие телефоны современные, как у наших детей. Здесь вообще в этом отношении все намного запущено. Ой! Нету таких телефонов, как у наших детей. Мы там, я помню, Пашке, у нашего, с 6 лет, телефоны. Как пошел в школу. И сколько телефонов у него было, все мои ноты поперебывали. И все такое. А здесь французов, конечно, во всяком случае, в нашей семье. Девки своих детей так держат немножко вежоках рукавицах по этому плану. И у них фарфетов нету. Там вообще с интернетом вообще доступа никакого. То есть только дома. Но, может быть, девочки, это и неплохо. Потому что вот этот интернет и все эти гаджеты вообще добьют это новое поколение. Ничего им больше не интересно. Мы-то уже старики, и то там сидим. Посмотрите, все сидят в Ютубе и так далее. А уж детям что при детей говорить. У них еще и игры, понимаете. И сколько всяких гадостей. Куда бы они могли залезть, хотелось бы им. Поэтому, естественно, контроль не помешает. Ну, вот такой красивый осенний экс. Предрождественский почти что. Уж не знаю, будут ли они в этом году вешать лампочки. Нет уже этого рождественского маршин. Вот, мои хорошие. Так что такое вот маленькое вам видео. С нашим красивым, синим, обалденным небом Прованса. Так, девчонки, получила я две посылки сейчас. Послушайте, вот эта вот одна посылка, это вот эта селфи-палка. Как ни странно, она была без упаковки. Есть только две бумажки. Вот это их, наверное, марка. Вот это вот Юнтэнг. Юнтэнг. Вот, что было в посыл? Она была завёрнута вот в такую вот штучку. И в обычный пакетик я уже в такой вот пакетик. Ещё там был целлофан. И ещё в упаковку для посылок. Вот, я это уже всё выбросила. Значит, вот этот ключ. Его нужно... Вот это, смотрите. Это управлять с расстояния, делать фотографии. Вот, но сначала его нужно зарядить. То есть, здесь кнопочка есть, есть он. Он включается, конечно. Но она не работает. То есть, надо зарядить эту кнопку. Вот, расскажу вам. У меня есть уже ещё одна новая палка, которую я не полюбила. Она не выдерживает мой телефон. Я вам сделаю обзор на этих. Если кто-то захочет купить двух палок завтра-послезавтра. Потому что сейчас просто у меня на это нет времени. Вот здесь уже нюансы, которые мне не нравятся. То есть, вот эта штучка никак бы не разнимается. Её нужно регулировать вот этой вот такой пробочкой как. Эта пробочка всё равно потеряется, девочки, однажды. Понимаете? Вот, короче, девочки. Ну, такой ширпотреб. И это не дешёвая вещь. Это я платила около 20 евро за эту палку. И даже вот мне её прислали без коробки. Ну, вроде бы стабильно стоит. И длина её раскрывается больше, чем на метр. Вот, поэтому срежу кнопку. Попробую я на ней снимать. Ну, вот. Ну, она, конечно, такая достаточно мощная по сравнению с моей прошлой. На которой сейчас вот у меня стоит телефон. А мне, девочки, будут видеть. Ну, вот вы понимаете. Вот, представляете, какая она огромная. Она просто вот огромная. То есть, её в сумку, её фикс сложишь в сумку. Вот эта вот, на которой стоит у меня палочка, она вот так вот складывается. Поэтому, девчонки, я не знаю. Я никак не могу, понимаете, определиться и выбрать то, что мне надо. Потому что это, конечно, девочка коняра. Ну, вот куда это? Хотя, девочки, может быть, я зря говорю. Подождите, подождите. Ещё сама не разобралась. Ага. А, ну вот уже как бы лучше, да. Но всё равно, посмотрите, какая широкая. Ну, для такой штуки, понимаете, для неё нужен чехол. Потому что, ну... Ну, короче, девочки, мне не нравится. Ну, пользоваться буду, потому что моя вот эта палочка, на которой стоит у меня телефон. Я такую одну первую я оставила своей дочери. Вот она была самая качественная. Вот эта вот моя вторая. Она теперь не закрывается до конца. То есть, она длинная. Вот, всё это, девочки. Вот это бы я всё назвала ширпотребом. Но, к сожалению, вот мне, как я делаю съёмки, мне без этого никуда. Так, девочки, сейчас у меня осталось. Я уже сегодня устала снимать, честно скажу. Ну вот, послушайте. Значит, я была в аптеке. Это нам дали бесплатно. Послушайте, для... Завтра мы в воскресенье поедем к этому, к дочке. И там будет же маленькая девочка. Я вот ей купила вот такое вот колечко, чтобы вот, ну, она в рот можно было брать. Хотя тут написано, а ну, рефрижитан. Эффект фрешойр, поропесе, форма ванта. Это, да, это для зуба. Для зуб и дёсен. Вот это какое-то, слушайте, надо ложить в холодильник, и когда будут болеть зубки, у ребёнка давать ей. Ну, я отдам маме, а мама там посмотрит, когда она будет использовать. Вот дальше, что я купила, девочки, в аптеке. Это мне прописал врач. Сегодня он только выписал мне одну бутылочку. Вот этот вот теозол. Послушайте, я не знаю, дают ли его без рецептов. Во всяком случае... Во всяком случае... А! Нет, нет, он мне выписал в течение шести месяцев. Это мне нужно сохранить. Ну, череви, мамиссимо, а мысль тут... Или бать вам на табле. Вот, каждый месяц я буду ходить, получать вот такие штучки, девочки, хорошие. Он как бы увлажняет глаз, и вообще он питательный такой. И он без консерватора в этот теозол. Вот, страховка мне оплачивает. То есть я в аптеке ничего не платила. И его, значит, после открытия, я всегда ставлю дату, когда я открываю, три месяца можно держать. Вот, хорошие капельки. Дальше, девочки, я себе купила вот такое вот масло. Розмарин, он с камфорой. Ну, то есть такой вот тип розмарина, который как бы идёт у него эффект такой с камфорой. Разогревающий. У меня не было. И вот колено болело. Там было в одном рецепте, да? Я же вам говорила, что я занимаюсь. Дальше купила вот такие, девочки, натуральные. Вот этот, это с сеной. Такие таблеточки для, ну, сами знаете, да, для чего, когда у нас этот констепасьон. У меня такие уже были, неплохо работают, если по две принимать. Ну, тоже, вот у меня они ещё есть, девочки, но они уже настолько просроченные. Вот я перекупила. Короче, за вот это и вот это я отдала 13 с лишним евро. А это, девочки, вот вам сейчас будете смеяться. Это как бы геморальный этот крем. Но вы знаете, для чего я его использую? Вот у меня, это меня научили русские мои эти знакомые. Они вычислили в журнале Космополитан, по-моему, приехали с этим журналом во Францию. Мы сходили в аптеку и купили вот этот вот крем. Он у меня есть, но он уже 4 года просроченный. Естественно, я его выбросила, лежала, хотя он лежал и в холодильнике. 7 евро он с лишним стоит, девочки. Это крем, у кого есть геморрой. Но вот в этом журнале его посоветовали использовать людям, у кого тёмные округи под глазами, синяки под глазами, мешки под глазами. Кто не может избавиться от этого? И если рассудить вот так вот, девочки, правильно, держу долго, чтобы вы записали. Возможно, у вас есть в аптеках, кому интересно. Вот, у меня пользовалась моя дочь, и она говорит, мама, это странно, но она помогает. А у меня сейчас такой период, девочка, у меня очень устали глаза, у меня появились синячки. Ну, я просто хочу вот попробовать опять помазаться. Вдруг поможет. Вот, вот такое, девочки, понимаете, странное средство, которое можно использовать под глаза. Во всяком случае, это русские косметологи посоветовали, аж в журнале «Космополитан» несколько лет назад. И последняя, вот это у меня посылочка, вот видите, явно видно, вот аромазона. Не знаю, как её открыть. Татьяна должна была прийти завтра, пришла вот сегодня. Так, всё, нашла я, как открывать. Это для меня прям, девочки, беда-беда, открывать коробки. Вот, смотрите, показываю, как они закладывают. Вот это неплохо, девочки, видите, они всё перекладывают бумагой. Ну, вот, всё натуральное. Бумага. Ого, сколько бумаги здесь, девочки. Эту бумагу можно, девочки, сохранить и заворачивать в подарки. Сейчас, сейчас это очень модно, чтобы вот в такой бумаге подарочки дарить. А тут её так, в порядке. Видите, сколько? Ого-го. Вот, я всё это сложу, посмотрим. Вот, девочки, смотрите, там не очень много чего в этой коробочке, но зато там такие драгоценности, я вам расскажу. Наконец-то я себе купила. Вот у них такая упаковка. Сейчас это всё вытащу, уберу коробку. Как-то, девочки, мало тут всего у меня. Хочу вам заметить. Я думала, у меня тут побольше. Но это даже не фактура, это тут у них там какие-то эти. Так, девочки, посмотрите. Короче, у меня здесь куплено три масла. Значит, вот это масло омлада. Сейчас я так, подождите. Оп. Даже не так, так. И вот так. Вот. Уже темно, но уже насколько можно. Значит, вот это вот масло омлада. Это мне когда вот я там кричала, что у меня выпадают волосы. Это девочки мне советовали. И вот у нас его не очень просто найти, девочки. Но вот на аромазоне оно есть. И я давно ничего... Тем более, что написано уход за волосами и ногтями. То есть, вот это масло можно ещё и мазать ногтем. Вот здесь его 100 миллилитров. Это достаточно. Это очень... Я считаю, что это вообще для масла это сумасшедший объём. И масло надо 30-50 миллилитров. У них у всех есть сроки годности. Ну, вот до 22-го года. Вот. А вот эта вот девочка тоже вот масло. Смотрите, вот она тут в брахми какой-то. Брингарай. Это тоже, девочки, для волос. Именно который предупреждает выпадение и который стимулирует, по-моему, круассанса. Так, 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 так. Передаёт блеск. И, да, и стимулирует, девочки, рост волос. Вот. Поэтому я ещё про него прочитаю, как его употреблять. Нужно ли его разбавлять там с чем-то или нет. И просто добавлю, может быть, в своей смеси вот масло, которое я делаю маской. Потому что, девочки, ну, столько я всего уже за раз не оселю. И вот это вот, девочки, масло Calofill. Я его не знаю, но я думала, почему-то я решила, что... Видите, какие ягодки. Вот. Вот если вы запишите, вот, Calofill, и наберёте в интернете, оно как... Вот оно так и переводит, похоже, масло Calofill. Вот. Это для чувствительной девочки и проблемной кожи. И я его почему купила? Потому что оно мне понадобится вот в одном из рецептов, которые я хочу вам сделать. Нужно именно это масло. А рецепт будет, девочки, у нас для чувствительной кожи и для кожи с куперозом. Вот. И там понадобится вот такой вот эликсир, то есть, ну, вода из итальянского бессмертника. Вот она вот здесь противовозрастная, девочки. Ну, если вы такой воды не достанете, если у вас нет бессмертника, и вы не сможете себе сделать, допустим, такую смесь, я думаю, что можно будет взять какой-то другой тоник цветочный, там, допустим, ромашки той же, понимаете. Всё, что подходит календалу, всё, что подходит для возрастной кожи. Вот. И, значит, нам понадобится... У меня там какие-то, девочки, масла есть, поэтому рецепты я вам не скажу. Я буду вам записывать буквально на днях. То есть, мятную понадобится вот такая вот ромашка немецкая, альманская. И там будет ещё что-то, по-моему, там будет тоже масло вот этого итальянского бессмертника, не могу сказать, но у меня не хватало только вот этого и вот этого масла. И вот этого. Вот я заказала для этого рецепта, для купероза, потому что оно у меня на щеке, девочки, явно проявляется. Вот. И смотрите. Я заказала для этого эликсира вот такую вот бутылочку. Но я вам хочу сказать, что я буду делать, наверное, только половину того, что там предлагают. Вот. Видите, с таким шариком очень удобно. Это, конечно, девочки, потому что то, что касается купероза, вот эти составы, да, мы должны наносить локально. Поэтому вот предложили такую бутылочку. У меня такая есть, по-моему, поменьше. Я сейчас буду делать меньше, чем там сказано в рецепте. Я тогда эту бутылочку оставлю для чего-нибудь другого. Вот такая вот посылочка, девочки. Вот это вот за это. Вот я заплатила 37 евро. Не знаю, дорого, недорого, девочки. Но всё такое редкое, понимаете. То есть вот эти все масла вы просто не пойдёте в магазин и не купите. Эликсир вот этот флораль я вижу впервые вообще. Вот. Это на этом сайте на Аромозоне. Его и предлагают, девочки, этот эликсир. Я знаю, что он есть. Аромозоны есть и в России, и в Украине. Про Беларусь не скажу. Не знаю, девочки. Вот, поэтому я вам, конечно, когда буду делать рецепт, вот, я вам покажу, как же мне его показать. Его надо там распечатывать, что ли. Не знаю. Во всяком случае, я вам потом напишу всё, что там нужно, как там прописано, вот, на этом, на итальянскими, латинскими буквами. Вот. И мы с вами сделаем такой раствор. Ну, что, девочки, там я вам уже говорила где-то, что если бы я заказала все составляющие, из которых делается этот эликсир от купероза и розоцея, то это бы мне обошлось, по-моему, в 58 евро. Естественно, что мы там всё не воспоминали. Ну, вот, например, вот это, девочки, масло, оно стоит 17 евро, по-моему. Вот именно, вот, именно вот это вот, камумия альманды. А у меня есть, девочка, представляете, у меня другая, как камумия. Вот, а это стоит, ну, дорого масло. Масла все стоят, у меня и вторая тоже очень дорогое масло. Ну, вот, для этого рецепта нужно именно это. Там так и пишут купероз, вот, на этом масле. Поэтому, вот такие дела. Всё, мои хорошие, я сейчас закончила. А потом, когда я буду делать рецепт на мадам француженке, это уже будет отдельное видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok